Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение первой книги Парли Паминон. И сегодня мы будем читать 24 главу, в которой говорится о священниках и порядках их служения. То есть продолжается та тема, которая начата в 23 главе и отдается дополнительный список левитов. И мы читаем. И вот распределение сыновей Аароновых, сыновья Аарона, Надав, Авиуд, Иллиазар и Ифамар. Беда Достопочтенный пишет, это его трактат Гамилина Евангелия. «Если братству вашему приятно будет услышать, кто тот самый Авия от священнического жребия, которого, как сообщается, имел свой сан Захария, то он был персвященником при царе Давиде. По повелению Господа Аарон был первым священником, избранным Моисеем под законом. После кончины его дар персвященничества принял сын его Елиазар. Когда же умер и Елиазар, преемником его стал сын его Финес. Итак, до времен царя Давида, в течение примерно 470 лет, они один за другим наследовали персвященство. Когда пылавший великой религиозной ревностью Давид пожелал устроить храм Господу, Господь выжелал, чтобы вместо него это сделал его сын Соломон. Тем не менее Давид занялся тщательным приготовлением всего, что необходимо было для будущего сооружения храма и надлежащего отправления культа в нем. Потому учредил и певцов, да ежедневного пения псалмов при жертвоприношениях под звучание музыкальных орудий. Ну, наверное, беде достопочтенному надо было бы добавить. И псалмы написал для пения. «Все это делалось, продолжает беда, для того, чтобы настроить умы присутствующих людей на любовь к делам небесным, и не только возвышенностью слов, которые исполнялись, но и изысканностью звучания песнопений, имея стремление к тому, чтобы по мере возрастания почтения к храму его величия могла возрастать и почетность служения, да и самого собрания служителей. Давид собрал к себе всех потомков сыновей Ароновых, идущих от Елеазара и Ифамара. Он разделил их на 24 части, назначив в каждой из них глав семейств». В этом комментарии беда достопочтенного обращает на себя внимание то, что вот этот древнехристианский британский экзегет понимает важность красоты богослужения, потому что Господь как бы не нуждается в нашем служении, в его внешних проявлениях. Бога больше интересует внутреннее состояние наших душ, но для самого настроя молитвенного для нас самих на некий возвышенный небесный лад, на что обращают внимание беды достопочтенные, нужен вот этот порядок стройного богослужения и вся красота. Далее в 24 главе перечисляются имена тех, которые сменяли друг друга, тех, которые совершали служение. Кстати, служение совершали, устанавливая череды с помощью жребия в том числе, как бы уповая не только на свою волю, но и на божественную. Потому что верующие люди, они не верят в случай, они верят в то, что все во власти Бога. И мы знаем, что когда после долгого перерыва на Руси избирали патриарха, то было принято решение не ограничиваться голосованием, а тянуть жребий. Потому что если ограничиваться только голосованием, это только как бы человеческое участие видно в этом избрании. А божественное где? Поэтому избрали голосованием трех кандидатов, среди которых был Тихон, будущий патриарх московский и всей Руси. А потом все-таки вот три записки с тремя именами положили специальное место, и старец подошел, схимник, вынул одну из записок, чтобы обязательно какое-то участие и с божественной стороны присутствовало. И вот седьмой стих сообщает, «И вышел первый жребий Егонариву, второй Иедаи, третий Хариму, четвертый Цариму» и так далее, и так далее, и так далее. 24-й Маазе. И 19-й стих. «Вот порядок их, прислужение их, как им приходить в дом Господен, по уставу их, через Аарона, отца их, как заповедал ему Господь Бог Израилев». То есть они даже не могли ограничиться волей Давида. Давид мог как бы избрать кандидатов, а вот с помощью жребия устанавливали как бы очереду, кто за кем должен совершать служение. И далее 20-й стих. «У прочих сыновей Левия распределение». И перечисляются имена, какое было распределение. И далее. «Вот сыновья Левитов». Это 30-й стих. Окончание. «По поколениям их бросали они жребий наравне с братьями своими, сыновьями Ааруновыми, пред лицом царя Давида и Садока, и Ахимелеха, и глав семейств священнических и левитских, глава семейства наравне с меньшим братом своим». То есть старшие кандидаты и жребии вместе с младшими в присутствии трех пред лицом царя Давида, Садока и Ахимелеха и глав священств священнических. А вот их имена уже не называются. Почему? А достаточно двух-трех свидетелей по закону Моисеева, сказано, что любое слово верно при устах двух-трех свидетелей. Таким образом, мы видим, какой порядок был. Для нас тут интересен в этой главе девятый стих, Пятый Малхию, Шестой Миямину, Седьмой Гакоцу, Восьмой Авии. Восьмой Авии. К этому разряду принадлежит впоследствии Захария, отец Иоанна Крестителя, о чем сообщается в первой главе Евангелия от Луки, Пятый стих. Продолжение следует... Продолжение следует...